Добрый день, уважаемые коллеги. 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 Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Здесь стали появляться определенные мишени, которые мы можем уже выбирать для прицельного такого лечения. В том числе и для рака мочевого пузыря появились клинические исследования второй фазы, которые демонстрируют подобные эффекты. То исследование для локализованного рака мочевого пузыря для ранних форм, но с высокого риска, исследование 0,57, где у пациентов, которые продемонстрировали резистентность к проведению БЦЖ-терапии, а это основной вид лечения этих больных, и это тоже вариант иммунной терапии. Несмотря на то, что у пациентов неудача на лечении БЦЖ, им было продемонстрировано, что есть возможность достигать хороших эффектов при использовании пембролизумаба. Если охарактеризовать группу пациентов, которые вошли в это исследование, они действительно соответствуют группе плохого прогноза, это карцинома инситу, как в сочетании к сезофидной опухоли, так и самостоятельная карцинома инситу. И для онкоуролога должно быть хорошо понятно, что карцинома инситу для рака мочевого пузыря – это крайне агрессивный вариант поверхностной неинвазивной опухоли, и это негативный прогноз. Второй момент – это, конечно, ПДЛ-экспрессия, что несколько на самом деле может удивлять, что для поверхностной ранней формы заболевания мы видим достаточно высокий уровень экспрессии, при этом мы понимаем, что это негативный фактор также прогноза, в том числе для уртериального рака, но при этом мы видим, что 38% в данном исследовании было с высоким уровнем экспрессии ПДЛ. Ну и те варианты неудач на БЦЖ-терапии, которые демонстрировались, это персистенция заболевания, то есть несмотря на проведение БЦЖ-терапии сохранялся опухолевый процесс, рецидивы в различные сроки при достижении полного ответа, ну и различные неклассифицированные ситуации. И, тем не менее, основное все-таки это было именно рецидивы. Действительно, на той терапии, которая этим больным показана, это трансфортеральная резекция и назначение БЦЖ-терапии в абсолютном большинстве отличается ответ, и пациенты через какое-то время демонстрируют прогрессирование опухолевого процесса. Здесь представлены те результаты, это клиническое исследование второй фазы, поэтому сравнительного анализа здесь не проводилось, но тем не менее мы видим, что полный ответ демонстрировали 41 пациент на применение пембролизумаба. Много этого? Наверное, все-таки много, потому что это достаточно, еще раз повторюсь, серьезная и агрессивная ситуация. И общая выживаемость в разные годы, практически трехлетняя максимально прослежена, в общем-то, демонстрировала достаточно высокие цифры, 91% трехлетней выживаемости. Наверное, самое основное, что для вообще онкоиммунологии характерно, что там, где были полные ответы, эти ответы в большинстве случаев сохранялись достаточно длительно. И медиана сохранения полного ответа составила 16 месяцев. На самом деле это большой вопрос, и, наверное, пройдет время, и мы узнаем ответ, а действительно ли это ценный результат, ценное достижение. Потому что, возможно, ранняя цистоктомия у этих пациентов даст лучший результат. И мы знаем эти результаты, они действительно, может быть, несколько лучше, если мы это выполняем максимально рано, когда заболевание еще не нарушает эти барьеры. Но и при этом еще второй момент, мы помним, что, конечно же, будет токсичность. 8% серьезных нежелательных явлений для терапии пациентов с мышечно-неинвазивной поверхностной опухолью, наверное, достаточно большой процент токсичности. Поэтому говорить о том, что этот вариант лечения, несмотря на то, что он вошел уже и рекомендован в FDA, в общем-то вызывает, на мой взгляд, пока достаточно много вопросов. Но, тем не менее, мы получили абсолютно новый подход в лечении этих пациентов, и это действительно реально новое в этом году. И то, о чем я уже сказал, это поддерживающее лечение. Причем, наверное, я бы разбил это поддерживающее лечение на два принципиальных варианта. Это лечение метастатического и нерезиктабельного рака мучевого пузыря и одюантная терапия. Потому что, на самом деле, до сегодняшнего дня ни одного убедительного клинического исследования, которое бы показало целесообразность индививантного подхода для химиотерапии после радикальной цистектомии, не было. И поэтому те результаты, которые будут представлены, на мой взгляд, они достаточно любопытные и тоже многообещающие. Еще один момент, который я хотел бы, на самом деле, подчеркнуть, что особенно, наверное, то, что мне в какой-то мере максимально близко, особенно для рака мучевого пузыря, вот этот вот качели между различными анкалинологическими препаратами, которые в одном исследовании, вроде похожих на исследованиях и цели при одной нозологической единице, при одном гистотипе рака, но они демонстрируют абсолютно противоположные результаты. Мы прекрасно знаем, что только пембролизумаб показал эффективность третьей фазе лечения у метастатического рака предстательной железы, но при этом при использовании вот в этом клиническом исследовании эти пациенты не продемонстрировали никаких преимуществ, когда производилась комбинация пембролизумаба и химиотерапии. То есть эффект не продемонстрировал, прирастировано высокое токсичное. А с другой стороны, в МВИГР-130 препарат, который так с трудом пробивает себе при ратурляльном раке дорогу и не демонстрирует в третьей фазе своих преимуществ, но при этом продемонстрировано преимуществом комбинации с химиотерапией. Поэтому вот эти вот качели, на мой взгляд, они, наверное, все-таки искусственные, в основном относятся к дизайну исследований, подбору пациентов и так далее. Но и по большому счету они просто рисуют то, что у нас есть опция, но, к сожалению, наверное, мы понимаем, что мы не достигли чего-то такого, какого-то откровения. То есть у нас появились дополнительные возможности лечения этих пациентов, но все-таки мы ждем еще чего-то большее. Итак, исследование МВИГР-130, хорошо уже, наверное, известно. Мне кажется, что как раз на самом деле больше интерес представляла группа B, где использовался в повторном исследовании от изолизумаб в монорежиме и продемонстрированы некоторые эффекты, хотя мы их не будем касаться. Мне кажется, это даже больше и более интересные результаты, потому что это действительно подчеркнулось, что монотерапия у ряда пациентов, она эффективна, и почему также несколько ниже. Ну и в комбинации с химиотерапией, опять же, вот этот вот вариант поддержки. Но здесь вариант поддержки начинался именно с первых дней. В чем же было преимущество? Ну, продемонстрировано преимущество по выживаемости без прогрессирования, и при групповом анализе во всех группах также преимущественно. И общая выживаемость также продемонстрировала некоторые различия, но мощности исследований достигло, и мы ждем некоторых совершенно свежих данных. Но, наверное, все-таки, мне кажется, конечно, мы здесь не добьемся желаемой мощности расхождения вот этих кривых, поэтому результаты спорны. Но самое главное, мне кажется, здесь интересное, что комбинация химиотерапии вместе с отозлезумабом продемонстрировала практически вдвое увеличившуюся частоту полных ответов. То есть вот именно комбинация дала возможность достичь большего числа ответов практически в два раза. Что противоречит, наверное, следующему варианту и следующей комбинации, это добавление авилумаба у пациентов, которые достигли уже эффектов на химиотерапии. И уже в чистом варианте поддержки применение авилумаба у метастатических и нерезитабельных пациентов также продемонстрировало преимущество как общей выживаемости в общей популяции, так и выживаемости у педель позитивных пациентов. Мы видим достоверное и уверенное расхождение кривых для этих категорий больных как при общей, так и безрецидивной выживаемости. Второй подход, о котором я говорил, это адювантная терапия. У нас действительно не было никаких опций этих пациентов. Мы могли проводить химиотерапию, но это было не очень обосновано. И вот эти результаты исследования Чекмей 274, и они опять очень противоречивы с другими препаратами. Например, от изолезумаб в подобном же исследовании, схожем же дизайне, не показывать никаких эффектов у пациентов в адювантном режиме. Но при этом неволумаб демонстрирует определенные преимущества у этих пациентов. Причем не то чтобы определенные, а практически в два раза выживаемость без прогрессирования выше у пациентов тех, которые получали в адюванте неволумаб для пациентов после радикальной цистоктомии в группе плохого прогноза. Это еще не просто, а это агрессивный достаточно мышечно-инвазивный рак, который удалось чуть ли не вдвое увеличить безрецидивную выживаемость. Поэтому, конечно, результаты и картинка расхождения этих кривых впечатляет. Но еще раз повторю, у других препаратов такого не было. Почему это? Мы действительно на сегодняшний день достоверного ответа, наверное, не знаем. И вот эти качели, постоянные между теми препаратами онкологических, которые используются в данной ситуации, они, наверное, еще ищут определенного какого-то ответа. На самом деле они будут найдены, наверное. Ну и в том числе очень важно, что добавление неволумаба не снижало качество жизни, что мы понимаем, что очень важно. И вот второй момент – это то, что действительно мы начинаем пытаться все-таки формировать те группы пациентов, которые будут отвечать на то лечение, которое мы им предлагаем. И в частности, в ДВГ-130 в дополнительном анализе было проанализировано и влияние ПДЛ-экспрессии. И мы видим, что как раз в группе с монотерапией от тузелизумаба у пациентов с высокой ПДЛ-экспрессией результаты значительно лучше по сравнению с другими вариантами терапии. То же самое касается и различных вариантов и оценки мутационной нагрузки и наличия мутаций. Но вот в данном анализе, опять же, пациенты, у кого высокая мутационная нагрузка была выявлена, опять же, в группе монотерапии от тузелизумаба получили определенные преимущества. Определение циркулирующих молекул ДНК с признаками нарушения, то есть с признаками мутаций. Специфичный тест АПБЭК, который также продемонстрировал очень высокую чувствительность и позволил с выраженным наличием мутационной нагрузки по этому тесту в группе монотерапии от тузелизумаба продемонстрировать значительно лучшие эффекты. Интересно, что вот этот тест в исследовании монотерапии от тузелизумаба показал, что у тех, у кого высокая мутационная нагрузка молекул ДНК выявляется, они испытывали определенные преимущества выживаемости, то есть у них было преимущество выживаемости при адювантном режиме по сравнению с теми, у кого этих изменений не было. И поэтому на сегодня запущено очередное исследование, где действительно уже стратифицируются пациенты, и только при наличии изменений они включаются в группу, получающих соответствующую иммунотерапию. Ну вот комбинация различных факторов демонстрирует еще большее предиктивное значение в ответе, в частности, для монотерапии от тузелизумаба. Ну и различные варианты клеточного состава, и в том числе развитие соединительной ткани, которые реализуются в том числе в оценке трансформирующего фактора роста, опять же, могут также демонстрировать определенное прогностическое значение. Ну и, конечно, наверное, мы определенной роли ждем совершенно новых препаратов, именно таргентных препаратов, по сути, которые будут взаимодействовать с FGFR-рецептором, блокируя его. Было показано достаточно большое значение этого рецептора в уротелиальном раке, и сегодня вот ряд исследований, которые направлены на этот вектор, как мультитаргентные, которые блокируют все формы FGFR-рецептора, так и FGFR-рецептора 3, более избирательные блокады, они продемонстрируют достаточно серьезный эффект. У предлеченных пациентов, которые получили уже химиотерапию, которые получили варианты иммунотерапии, мы видим 40% ответов, это достаточно большой процент для этих пациентов, однако при этом мы видим высокий уровень токсичности, грейт-токсичности 3,67%, и поэтому эти препараты одобрены сегодня FGFR-рецептором, но они все-таки действительно в продолженной терапии, то есть в третьей-четвертой линии лечения, как было показано на предыдущих слайдах, но тем не менее, я думаю, здесь очень тоже будет много меняться, и мы получим все новые и новые молекулы. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.